Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в коттедже поселка Морской, где встретил Наталью Владимировну и Сергея Михайловича, которые у нас приобрели на данном поселке домик. Но, в принципе, хочу, чтобы они маленько рассказали о себе и почему вы убрали имя нас. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, маленько о себе, почему вы убрали имя нас, откуда вы? Ну, мы приехали из Германии. Хотели бы купить, конечно, домик здесь, около моря, чтобы тепло было и все такое. Мы много вариантов смотрели, много искали. Ну, ничего не понравилось. И нам знакомая посоветовала ваш поселок. Просто посмотрите. Вот ради любопытства мы приехали сюда. Посмотрели. Нам очень понравилось. То, что под домики такие стандартные, красивые. Но мы, в принципе, с мужем так и остановились на этом. Мы больше не стали нигде смотреть. И много мест мы обсмотрели. С успехи были. Цена на балке были. Но везде либо дорог нет. А вот этот вариант нам как бы подходит, потому что он в европейском стиле. И мы сами живем, как говорится, в Европе. И нам понравилось все это, что будет все асфальтировано, все будет охраняемо. И мы как бы остановились на этом поселке. Не стали больше ничего искать. И вот остановились здесь. Ну, еще планируем, в будущем, конечно, еще один домик хотим здесь взять. Очень хорошо. Но, может быть, это произойдет через год. Мы все-таки надеемся. Год-полтора где-то так. Чтоб брат мой со мной рядом жил. И мы уже с Павел Анатольевичем и говорили все детали. Он сказал, когда приедете, мы потом с вами поговорим обо всем. Ну, хотим два домика, чтобы брат присматривал. Ну, а мы хотим к старости сюда как бы переехать, пожить. На какой улице выбрали себе? Малина-19 мы выбрали себе. Это у нас кирпичная полностью вся улица. Домик без кирпичей. Какая квадратура, если их не секрет? 106 квадратов. Ну, нам хватает. Не сильно большой. Уютный домик будет. Много земли. Участки хорошо. Мы где смотрели, либо участков нет. Буквально в пятихатках смотрели, что там участок стоил дом около 3 миллионов. Но там участок полторы сотки. Там нереально вообще что-то там посадить, не машину запарковать, нормально ничего. И плюс еще отделку туда надо. Это просто пустой дом. Ни огорода, ничего там не будет. Не огорожено. Дом стоит близко-близко, где-то сантиметров, ну метров, грубо говоря, друг от друга. Это вообще практически, если что-то, какой-то пожар, все сгодит, все отлагается. Ну, мы вот здесь остановились. Из коммуникации вам в дом что будут проводить застройщик? Вам будет газ, мы уже оплатили газ. 250 тысяч мы оплатили за газ. И что у нас? Центральное водоснабжение будет. Свет 15 киловатт. Ну, все, нам этого хватит, достаточно. Коммуникации? Ну, и септик, коммуникация будет. 8 кубов. Почему именно поселок выбрали? Ведь столько же мест. Ну, мы не хотели промышленно жить в городе, где это шум. Это шумно. Здесь, во-первых, трасса идет на Крым рядом сразу. Нам это очень понравилось. Все, сейчас пристроится. Аэропорт рядом. Аэропорт рядом. У нас это все строило. Тогда такой вопрос. Вот есть подписчики, которые, ну, как понимают, не были здесь ни разу. Но по слухам говорят, что здесь самолеты летят. И так прям просто это все напрягает. Сильно низко. Чуть ли там нише все цепляет поселок. Как вы? Вот вы уже здесь сколько времени находитесь? Я как понял, вы здесь смотрите. Мешает, не мешает или, в принципе, все комфортно? Ну, в принципе, все комфортно. Нет, например, самолеты не мешают. Они, во-первых, редко летают. И нормально. Ну, знаете, хуже, когда рядом, по-моему, железная дорога. Это еще хуже. Когда вся земля трясется и стуки. Потому что мой брат сейчас в данный момент живет рядом в железной дороге. Буквально 20 метров. Там все древесит. Там не уносимо спать. Ну, а самолеты, ну, здесь я как? Я еще здесь не жил. Но они летают. Ну, мы часто здесь бываем. Редко. Я не так вижу. Ну, и, во-первых, шумоизоляция в домах будет хорошая. Я думаю, что это не будет напрягать. Не повредит. Потому что дома с крыши будут утепленные, стекловатые. По срокам когда мы обязуемся вам сдать ваш домик? Ну, по срокам. С ноября 2019 года. Да. Будем следить с вами вместе за вашей стройкой. В принципе, все по плану. Мы сказали, что мы не торопимся. Так что все. Все будет идеально. Посоветовались с прорабом. Сказали, пускай горе просохнет. Чтоб все нормально было. Я говорю, ну, нам не к спеху. По срокам все нормально. Как договаривались практически, так оно и есть. На условия оплаты застройщик как-то идет на встречу? Обязательно. Да. Нам очень, конечно, повезло. Мы, во-первых, приехали сюда, можно сказать, без денег. Но у нас было маленько здесь денег. Потому что у нас там со счетом были какие-то проблемы. Там неправильно мы перевели деньги. То есть, как бы, не ушли они оттуда. То есть, в Германии деньги сюда. И мы приехали. У нас было всего 500 тысяч. И вот мы поговорили, что 500 тысяч не вносили. Нам на встречу пошли. Мы сказали, что еще в августе прилетим. Сказали, что взнос сделаем. Все сделали. Павел Анатольевич доволен. Мы даже больше предоплату внесли, чем... Обещали. Все. Застройщик пошел на встречу. В общем, можно сюда приехать без денег, да? А уехать с домом? Да, можно. Ну, практически, да. Ну, немножко надо все равно иметь. Либо вообще, можно заключить, вообще частями платить. Можно, как вы правильно сказали, без денег приехать. И платить частями. Что может быть плюсы-минусы поселки? Ну, пока только плюсы. Сейчас увидим дальше. Минусов пока не наблюдаем. Да, положат асфальт везде. Все. Инфраструктуру сделают. Магазины рядом построят. Ну, для нас, в принципе, все удобно. Все устраивает. Ну, я был еще прошлый год отдыхал. Тоже много мест смотрел. Но этот поселок самый для нас оптимальный. Мы были в Джигинке. Мы были в Виноградном. Мы были в Благовещенке. Ну, и все это как-то так не очень. Ну, здесь нам... Нам больше не понравилось. Тогда спасибо вам за такой отзыв. Как говорится, построим. Въедете, заедете в свой дом. Там еще спросим, может быть. Там какие-то минусы найдутся. Пока, как говорится, я как понял. Все плюсы. Нет, фирма нормальная. Строится все хорошо. Все вовремя. Все нормально. Пока претензий у нас никаких нет. Все нормально. Вот в ноябре приедем. Дом под ключ примем. Как говорится, заедем. Будем уже смотреть, когда дальше все будет. Спасибо вам большое. Так что, дорогие друзья, если вам также есть желание переехать поближе к морю в Анапу, Анапский район, так как Сергей Михайлович и Наталья Владимировна, обращайтесь с нами в компанию. Мы рады будем вас встретить. Показать все, что у нас имеется. Показать этот прекрасный поселок морской, чтобы вы своими глазами полностью увидели, пощупали, где он находится, из чего мы строим. И остались довольны. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами в курсе всех событий. Всем пока, до новых встреч.